Продолжение следует. Есть подработка ДПО. Взраты на рт. Рамецепт. Движение стабилизировало. Принято. Разрешаю… Отвечаю. Можно набрать. Отвечаю. Причаливание, но выдавать по нашей команде. Восприняно. Ведаем по нашей команде. Восприняно. Удаление 140 метров, скорость 6 сотых. Музей Волгобой в центре. Музей Волгоград. Показывает мороз. Музей Волгоград. Разгоняет на улице. передача. Спасибо. Нажал клавишу передачи. Детаны, разрешаем вам выдать причаливание. Супер, Детаны, еще раз повторите, не понял вас. Разрешаем вам выдать исполнение на прикино-причаливание. Выдаем исполнение 3-31-3-0-47-13. Выдаем исполнение. Команду С-17, включить фару. Выдали исполнение. Разрешение причаливание. Включаем фару. Принято. И набрать зависание. Включили фару. Принято. Довонять. Набираем зависание. Включили фару. Включили фару. Создание. Создание. Скрытommes... Включили фару. Вашему команду. Следующий страница. Наблюдаю. Наблюдаю сближение. Дальность 118. Скорость 68 сотых. Наблюдаю узел АВГБ. Узел АВГБ чист. Дальность 105 метров. Скорость 60 сотых. Движение устойчивое. Узел АВГБ. Наблюдаю. Наблюдаю. Есть небольшие колебания. Работа ДПО. Узел АВГБ. Наблюдаю хорошо. Дальность 90. Скорость 57 сотых. Дальность 70. Скорость 43 сотых. Узел АВГБ. Наблюдаю. Узел АВГБ. Наблюдаю хорошо. Четко. Дальность 65 метров. Скорость 38 сотых. Наблюдаю. Четко. Наблюдаю мишень. Кресты собраны. Четко. Четко. Картинка. Видите подобный репортаж. Вас приняли. Четко. 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 Удаление 43 метра. Скорость 23 сотых. Картинка. Наблюдаю. Наблюдаю мишень. Немножко вправо. Четко. Кресты собраны. Принято. Четко. Четко. СССР. Готовны. Наблюдаю. Наблюдаю. Скорость 23 сотых. Мишень наблюдает. Закрытие антенны. Закрытие антенны. Движение корабля устойчивое. Уволение 30 метров. Скорость 18 сотых. Кресты собраны. Движение корабля устойчивое. Принято. Изображение простое. Попробуйте пересмотреть. Подработка ДПО. Мишень в центре. Кресты собраны. Стыковочный узел ФИСК. Попробуйте пересмотреть. Попробуйте пересмотреть. Попробуйте пересмотреть. Мишень в центре. Кресты собраны. Мишень в центре. Мишень в центре. Мишень в центре. Попробуйте пересмотреть. Один в центре. Мишень в центре. Движение корабля устойчивое. Кресты собраны. Удаление 22 метра. Мишень в центре. Стыковочный узел 6. Небольшие колебательные движения от центра. Движение стабилизировалось. Движение стабилизировалось. Подходим к дальности 13. Небольшое расхождение по курсу. Дальность 13. Хорошо Вас слышу. Кресты собраны. Фара включена. Включена. Небольшой уход вниз. Кресты собираются. Дальность 12.5 метров. Дальность 8 метров. Кресты собраны. Скорость в норме. Подходим к дальности 5 метров. Мишень вижу четко. Кресты собраны. Подходим к дальности 3 метра. Мишень вижу четко. Кресты собраны. Подходим к дальности 3 метров. Мишень выходит вправо вниз. Кресты собраны. Возвращение мишени в центр. Возвращение мишени в центр. Принято. Возвращение мишени в центр. Принято. Возвращение мишени в центр. Принято. Переходим на страницу 85. Поединяет мишень. Добрый День. Дамы и господа. Мы начинаем короткую пресс конференцию. Она посвящена теме нашей сегодняшнего дня. Знакомка корабля «Союз ТМА-13» с Международной космической станцией. Хотел бы представить вам участников конференции. Давыдов Виталий Анатольевич, заместитель руководителя Роскосмоса. Роснов Алексей Борисович, начальник управления пилотерапрограммой. Лопота сейчас подойдет. Виталий Александрович, руководитель РКК «Энергия». Виталий Александрович, заместитель председателя Межведомственной комиссии. Соловьев Владимир Алексеевич, первый заместитель генерального конструктора КК «Энергия». И руководитель полета российского сегмента МКС. Васильевич Цеплеев, директор А.Семкин. Начальник центра подготовки космонавтов в Мини-Ганере. Господин Шерман Кюрг, заместитель руководителя программы МГС. И мне особенно приятно представить Бориса Евсеевича чертога. Нашего легендарного генерального конструктора, ветерана отрасли. И здесь присутствуют многие космонавты в семье. Те, кто полетел и те, кто принимать сейчас будет на МГС этих астронавтов и космонавтов. И, конечно же, два отца. Отец астронавта и отец космонавта. Александр Александрович Болков, отец космонавта, первого космонавта. Сын, отец, да, в бедности. И он, Гарриот, отец участника космического полета Ричарда Гарриота. Спасибо. Астронавт, Маса. Вот, Александр Александрович. Дорогие друзья, я с удовольствием хотел проинформировать вас, что экипаж и Союза ДМА, и МГС, техника, все наземные службы отработали отлично. И мы успешно начали важный этап 18-й экспедиции, совместный полет Союза ДМА и станции МГС. Астронавт, Маса. И мы вас еще раз поздравили за с этим успехом. Астронавт, Маса. У нас необычный, знаете, что у нас тут, МГС. Некие династии уже долетели с ним. В Умбире представляет династию в Союзных Штатах Америки. Он осуществил первый свой полет в 1974 году. Гораздо раньше, чем сам сам же полетел. Но тем не менее, вот их сонарья встретятся буквально через часик с небольшим. Наждемся открытый лёд. Поэтому жизнь нам подсказывает, что в космосе может случаться самые необычные вещи. Вот такие необычные вещи мы сейчас будем свидетельствовать на орбите. Я, к сожалению, не представил, но крестьян Файтингер, представитель Европейского космического агентства, участвует в нашей пресс-конференции. И мы правильно предоставили слово НАСА. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 Вам пов stiff funzurstш mala жизнь! Вы меня ограничили время! Спасибо! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо! Дорогие друзья, что вы видите, что у меня улыбка немножко другая, чем улыбка, которая была при стране. Все же волнение есть, но уже приближается финал полета моего сына. И я с этим летним, конечно, жду, когда он вернется на Землю. Я очень рад, что у нас образовалась действительно космическая династия, что есть продолжение. Мне тоже рад, что я не один. В мире вот предводитель такой династии. Хочу поблагодарить всех тех людей, которые осуществили, могли осуществить полеты и мне, и моему сыну. Они здесь многие находятся. Спасибо вам, дорогие друзья, за надежную технику и за то, что вы доверили выполнению этого службы полета Сергею Волкову и его работе. Спасибо всем, кто меня сейчас слушает. И я немножко взвал бы вам. И когда я зашел сегодня в центр управления полета, не увидел вокруг себя. Приветливый очень. Яйца прощала такой строй. Конечно, мне невольно накатились слезы на глаза. И это еще раз, еще более взволновало меня. Но я еще хочу сказать, что не так давно, проснувшись утром, я подумал, почему бы мне еще раз не слепать в космос. Так ощутил зарядку, сделал себя хорошо. Ощутил, почему бы и нет. Так что вот, если команда не примет решение, я готов себя посвятить еще одному полету. Спасибо. Господин ООН, Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует... 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 I'm sorry... Продолжение следует... 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 Мы даже, так сказать, начинаем благодаря, так сказать, некоторым сайтам, которые в интернете, наверное, скоро будут, так сказать, про туалетную бумагу спрашивать, есть она или нет, так сказать, будут спрашивать про всякие другие интимные подробности. Я думаю, что нужно более профессионально вести и комментировать, вести репортажи и комментировать те технологические нюансы, которые на станции происходят. Я же вам сказал о том, что на международной космической станции, в частности, на российском сегменте, в частности, на фирме, которая произвела этот туалет, проблем нет. Значит, необходимый запас компонентов имеется. Никаких проблем нет. Я был в Хьюстоне, в центре подготовки космонавтов, астронавтов. Мне рассказали, что американские астронавты предпочитают российский туалет, которые им нравятся. Еще есть вопрос. Реановость к Валюфу Александровна. На самом деле, очень приятно, что космонавты, наконец-то, вернее, там всегда все было хорошо. С туалетом выходит из строя. Теперь они могут себя-себя-себя чувствовать комфортно во всех отношениях. У меня вопрос тоже немножечко с ложкой дегтя. Вот если кто-нибудь сегодня читал утренний New York Times, то там подвернуто резкой критике Роскосмос по поводу подготовки американских астронавтов на территории Звездного Городка. Опять же подчеркиваю, что это пишет New York Times. Это не мои домыслы. В частности, там приводится пример, как была сорвана подготовка по вине Роскосмоса американского астронавта Гаррета Райсмана. Хотелось бы узнать, может быть, вот еще Василий Васильевич дополнит, действительно ли существуют разногласия в подготовке американских астронавтов на территории России, но имея в виду подготовки к совместным полетам. Спасибо. По первому вопросу, Майкл, бракос здесь находится, да? Да. Да. Наверное, прежде чем мы передадим слово коллегам, я, честно говоря, удивляюсь каждый раз, это не только нашей российской отечественной прессе, но и вообще международной прессе. Подготовка идет абсолютно в штатном режиме. Единственная разница в точках зрения у нас существует, это в объеме подготовки, которые мы должны сделать в России и, соответственно, в Соединенных Штатах Америки. Очным образом, то есть так, как говорится, в штатном режиме, не заочным образом, а очным, когда у нас преподаватели в центре подготовки объясняют, показывают наглядно, как говорится, это происходит. Да, это занимает дольше время, чем хотелось бы, в частности, нашим американским коллегам. Да, они однократно, они стояли перед нами вопрос, продолжают ставить просьбу, высказывают, искать возможности сокращения объема подготовки в России. На что мы постоянно им отвечаем? Да, мы готовы это смотреть вместе с центром подготовки, со специалистами, с инструкторами, но ни в коем случае это изменение объема подготовки не должно вызывать у нас сомнения в ее надежности. Вот, пожалуй, это единственный вопрос, он, в общем-то, понятный, потому что экономия времени, находясь за рубежом, у всех есть семьи, дети, которым бы хотелось побыть больше, особенно, когда астронавты и космонавты российские, они зачастую путешествуют без семи, оставая их дома. Конечно, хотелось бы побыть вместе с ними побольше количества времени, но не всегда получается. Вот я, допустим, общую постановку проблем осветил, я думаю, что может быть, Василий Васильевич, чтобы что-либо по этому поводу, если бы не уходило. Я доволю, даже, короче, чем это было отвечено, без проблем, и был задан вопрос. То, что Вы спрашиваете, необходимо так же сказать. Кто Вам сказал, кто Вы спрашиваете? Вы сами там были, видели? Вы станцию все не видели на экране, каковы на объемах. И давайте уменьшать объемы подготовки. Абсурд. Чем больше станции, тем больше нужно знать и нужно понимать, что это не прогулка на станции, а нормально, хорошая работа. Так должно быть. Еще, погодите, еще дальше будет больше. Потому что вопрос возникнет, ничего страшного в этом нет. Здесь простая рекомендация. Хотите хорошо летать? Учите станцию, и чем больше, тем лучше. Никогда не помешает. Уточнить надо, эта статья, откровенно говоря, переведена не совсем так, как она на самом деле представлена российскими СМИ. Я с Майклом как раз разговаривал, читал статью, как он мне сказал, что речь идет об историческом моменте, когда это когда-то было. А приписывается это не у сегодняшнего. Еще хотел бы. Вот космонавт, американский космонавт, который сегодня, так сказать, Финк, или Майкл Финк, он сказал замечательные слова перед тем, как после обрисовки скафандров, после одевания перед рапортом Государственной комиссии, он сказал учиться, учиться и учиться. Встал и пошел садиться в космический корабль. Есть предложение завершать пресс-конференцию. Он так и сказал. Да. Он именно по-ленински сказал. Ваш, говорит, лидер, нас в чьи. Это Артас, еще раз. Завершающий маленький вопрос. Вот мы сегодня принимаем на орбите шестого космического туриста и знаем, что со следующего года прекращаются, ну вот еще так весной, Сима не полетит. А вообще рассматриваются на дальнейшие туристические полеты или пока идет финансовый кризис, этот вопрос вообще не поднимается? Спасибо. Теоретически, конечно, рассматривается. Мы не отказываемся от этого. Но на этап перехода на экипаж большой шесть человек у нас такой возможности реальной, конечно, не будет. Вернее, так, она резко уменьшается. Здесь дополнительно я хотел подтвердить, что мы ни в коем случае не отвергаем возможность создания специального корабля. В рамках штатной программы МКС, федеральной программы, мы его устраиваем под шесть человек. Вот если раньше, ну, сейчас мы реализовывали эти полеты в рамках программы, то на будущее такие полеты могут быть реализованы только в них, как дополнение. Здесь мы во многом желаем успеха нашему главному предприятию, корпорации «Энергия» поскольку это нагрузка дополнительная к программе. Конечно, такие возможности есть, интерес со стороны рынка есть. Мы думаем, что этот рынок останется на плаву и будет жить, и будет развиваться. Спасибо. Вопрос к представителю Европейского космического агентства Кристиану Фольфтиклэр. В ноябре пройдет совещание представителей ЕКО по вопросу о сотрудничестве с Россией по разработке совместного космического корабля, но и другим вопросом. В частности, интересует такое. Телетанал Евроньюз заявил, что Европа будет самостоятельно строить собственный космический корабль в руководстве российской космической отрасли. Также сомневаются, что Европа даст положительный ответ. Так какими же причинами обусловлено политическими разногласиями между Европой и Россией, сложившимися в последнее время мировым финансовым кризисом, какими-то техническими причинами нежеланий Европы сотрудничать с Россией по проекту совместного космического корабля? Спасибо. Спасибо за вопрос. Я хочу коротко только уточнить, что эта встреча, именно Совет Европейского космического агентства на уровне министров всех стран, наших участниц в нашей организации, такие встречи проводятся регулярно, где-то каждые 2-3 года, для того, чтобы определить и одобрить те программы, которые Европейского космического агентства в ближайшее время проводят и финансируют. В рамках всех предложений, которые будут даваться на этот Совет министра, в том числе и будет иметь место предложения по поводу транспортных систем. И там, конечно же, имеет очень важное место и сотрудничество с Россией. Европейское космическое агентство намерено продолжать свое сотрудничество с Россией. Я думаю, мы неоднократно и в прошлом показали, что никаких финансовых или других кризисов нас от этого не держит. Поэтому мы оптимистически и положительно смотрим на решения министров в конце ноября. Спасибо за внимание. Главный редактор новостей космонавтики, давайте сделаем исключение. Игорь Маринин. Только один вопрос, а не три. Извините, у меня короткий вопрос, вернувшись опять к туризму. Значит, понятно, кто полетит теперь туристом на весенние корабли. Место для осеннего корабля, насколько мне известно, свободно. Есть ли какие-то кандидаты из туристов на осенний полет? И в связи с этим, на какой стадии сейчас переговоры о полете казахского космонавта на нашем полете? Спасибо. Казахстанского, извините. Значит, ну, с конца, да, спасибо, что поправились. Значит, у нас ведутся, и я думаю, что они будут еще продолжаться, переговоры с представителями республики Казахстан по реализации полета космонавта после следующего года. Пока у меня нет оснований сомневаться, что этот полет может быть по каким-то причинам отложен или не сможет быть реализован, в таком случае, общепринципиальный интерес и готовность финансировать этот полет, как вы сами понимаете, он должен быть пофинансирован в полной мере, мы и получили от наших коллег из Казахстана. Значит, по поводу, и по этой же самой причине мы не смотрим вариант реализации полета участников космического полета в осенью следующего года. Хотя такой кандидат у нас был, и вы, наверное, о нем все слышали, в чем это российский гражданин. Но вот программа таким образом развивается, что мы, к сожалению, не имеем дополнительной возможности реализовать и то, и другое. откладывать полет казахстанского космонавта тоже не очень в общем-то имеет смысл, потому что лучше ситуации не будет, она будет только более напряженной, потому что у нас есть планы по наращиванию российского сегмента, и мы здесь имеем собственные интересы, поэтому, по сути дела, мы оказались в ситуации некой дилеммы, которую нужно было решать. Я думаю, что мы ее решим приблизительно вот таким образом, как я вам только что изложил. Пока нету такой полетной возможности, которую мы бы могли реализовать в интересах этого российского гражданина. Потому что у нас в 2010 году мы переходим уже окончательно на экипаж, как говорится, постоянно действующий экипаж, 6 человек. Вы сами знаете, что если мы используем хотя бы одно кресло для реализации короткого полета, то мы тут же теряем полгода на станции, потому что никоим образом, в общем-то, не объяснимо ни с экономической, ни с научной, ни с практической, ни с какой точки зрения, конечно, мы бы заинтересованы иметь максимальный экипаж на станции 3 человека. Поэтому, если будет построен новый дополнительный корабль, о чем я, отвечая на предыдущий вопрос, сказал, может быть, все может быть, и такой интерес у рынка есть, и мы такие переговоры, как вы знаете, мы уже об этом тоже говорил, вели. Спасибо. Вы знаете, наверное, завершим эту пресс-конференцию. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо. Спасибо.